Мозговой штурм и живой обмен мнениями. Участники первого регионального форума делятся современными подходами в развитии местного самоуправления. В зале заседаний горисполкома спикеры от Могилёва и Бобруйска, депутаты, представители ЦТОСов, активные горожане. В фокусе внимания вопросы благоустройства и озеленения дворов, социального обеспечения и поддержания правопорядка. Что-то люди решают сами на местах, а где-то обращаются к властям. Их главная опора – неравнодушные жители, которым не безразлично жизнь малой родины. Необходимо на пленарном заседании выработать те подходы, которые лягут в основу готовящегося закона о местном самоуправлении. Это крайне важно для того, чтобы те инициативные люди, которые сегодня есть в руководстве ЦТОСов, они не бегали, не выпрашивали, а был четкий механизм реализации гражданских инициатив. От теории к практике. Участники форума берутся за лопаты и лейки. В парке семейных деревьев в молодежном микрорайоне появляется «Аллея мира и созидания». Десятки юных клёнов, грабов и либ обретают постоянную прописку. К эко-челленджу присоединяется мэр города. Свежий воздух и физический труд приносят пользу для здоровья, заряжают энергией и позитивом. За время проведения этого мероприятия мы смогли убедиться в том, что жители Бобруйска – это те люди, которые искренне любят свой город, искренне любят свою землю, потому что с такой добротой и таким теплом относиться к каждому клочку земли в своем городе – это дорогого стоит. Безусловно, сегодняшнее мероприятие – это в первую очередь обмен опытом между органами территориального общественного самоуправления города Бобруйска и города Могилёва. Это те люди, которые сегодня объединяют инициативных, тех людей, которые сегодня заинтересованы в развитии города Бобруйска, города Могилёва. Поэтому обмен опытом для нас очень важен. Следующая остановка – одна из самых современных школ в стране – 35-я имени Батова. Здесь по самым передовым методикам обучаются более полутора тысяч ребят. Мальчишки и девчонки осваивают предметы в оборудованных по последнему слову технике классах и лабораториях. Особая гордость – библиотека, внушительный фонд, выход в интернет и сотрудничество с национальной сокровищницей знаний Беларуси. Здесь же комфортный бассейн из двух аквазон, большой 25-метровой чаши с шестью дорожками и так называемого лягушатника с более теплой водой для самых маленьких. Город Бобруйс – красивый, уютный, комфортный город для жизни. Не просто бобруйчане его любят, не просто бобруйчане создают эту красоту своими руками. Сами жители благоустраивают свои места отдыха возле домов, парки, скверы. Это самое дорогое, что может быть у города, когда его любят его жители, и большие, и маленькие. Дальше знакомство с градообразующим предприятием Бобруйска. В центре внимания история и современность Белшины. Плюс экскурсия по заводу сверхкрупногабаритных шин. Участники форума с интересом наблюдают за всеми тонкостями технологического процесса. От поступления сырья и изготовления резиновой смеси, до вулканизации и проверки качества изделий. Я очень благодарна организаторам данного форума, потому что очень много интересного. Мы узнали о городе Бобруйске. Город Бобруйск очень сильно изменился. В то время, пока я здесь не была. Шикарный город, красивый город. Региональный форум проходит в Бобруйске и Могилёве. Завершится 20 апреля. Впереди насыщенная программа, круглые столы, диалоговые площадки, выставки, интерактивы и презентации и инициатив. Всё для того, чтобы дать дополнительные стимулы для развития местного самоуправления и эффективного сотрудничества органов власти и населения. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова